Привет всем! Несмотря на то, что Титаник ушел на дно более чем 100 лет назад, удивительные обстоятельства этого кораблекрушения до конца не раскрыты и по сей день. В этом видео вы услышите новые шокирующие факты о Титанике, которые долгое время скрывались. Но перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну что, начнем! Титаник был самым большим кораблем своего времени. И многие считали, что его создатели бросили вызов богам, сотворив такое техническое чудо. В начале 20 века строительство этого гиганта казалось чем-то невероятным. Строительством Титаника занимались компания White Star Line, крупнейшая британская судоходная компания того времени. Создание гигантского корабля было важнейшей задачей, от которой зависела репутация компании. Все дело в том, что главный конкурент White Star Line, компания Cunard Line, уже вела в эксплуатацию два огромных корабля – Мавританию и Лузитанию. Чтобы стать первыми в конкурентной борьбе, мало было просто построить корабль побольше. Нужно было создать настоящую легенду. Поэтому Титаник должен был стать не только самым большим, но и самым надежным, самым комфортным, а в идеале и самым быстрым. На строительство Титаника ушло более двух лет, но это совсем немного, как для корабля таких размеров. Его длина составляла 260 метров, а вес превышал 46 тысяч тонн. На его постройку ушло свыше трех миллионов заклепок, и большинство из них были забиты вручную. Во время строительства погибло 8 рабочих, а 246 человек получили травмы. Первая смертью, которая связана с Титаником, стала гибель 15-летнего подростка, который умер от травмы черепа, полученной при падении с гигантского корабля. Точные обстоятельства этого происшествия неизвестны. Возможно, эта смерть должна была стать тревожным знаком, указывающим на то, что корабль ждет тяжелая судьба. Но когда на кону большие деньги, тут не до суеверий. Чтобы вокруг корабля не пошла дурная слава, даже могильную плиту этому парню поставили только сто лет спустя. Кто-то верит в судьбу и предсказания, а кто-то предпочитает руководствоваться исключительно здравым смыслом. Тем не менее, порой случаются такие совпадения, которые сложно объяснить простой случайностью. Оказывается, что о крушении Титаника люди были предупреждены еще за 16 лет до катастрофы. В 1896 году американский писатель-фантаст Морган Робертсон написал повесть «Четность или гибель Титаны», в котором рассказывается о крушении корабля Титаны, считавшегося до этого непотопляемым. Данное произведение не получило широкую известность до того момента, пока не случилось крушение Титаника. Люди обратили внимание на то, что помимо схожего названия реального и вымышленного кораблей, в повести есть еще ряд совпадений с обстоятельствами катастрофы. Основные технические характеристики Титана и Титаника почти идентичны. Совпало время крушения. Апрельская ночь. Причина трагедии – столкновение с айсбергом и сильное крушение правого борта. Также в повести говорилось о том, что большое количество жертв было связано с тем, что на всех не хватило шлюпок, ведь создатели были уверены в непотопляемости корабля. Впрочем, вы сами можете прочесть эту книгу и сделать выводы о том, что это – пророчество или же обычное совпадение. Известно, что гибели Титаника привел целый ряд стечений обстоятельств. О некоторых фактах говорилось больше, а других – меньше. А кое о чем не упоминают вовсе. Скорее всего, вы никогда не слышали о том, что немалую роль в крушении Титаника сыграла Луна. Ученые-сейсмологи из Техасского университета заявили, что в начале января Луна приблизилась невероятно близко к Земле. В результате произошли сильные морские приливы, изменившие курс айсбергов, которые как раз к 14 апреля могли оказаться на пути лайнера. Много говорится о том, что если бы впередсмотрящий вовремя заметил айсберг и сообщил об опасности, трагедии можно было бы избежать. Не на руку сыграло то обстоятельство, что перед самым рейсом руководство компании сменило первого помощника капитана. Но тот в попыхах забыл оставить своему коллеге ключи от сейфа, в котором хранились бинокли. Из-за этого впередсмотрящим пришлось рассчитывать только на собственное зрение. Но мало кто говорит о том, что причиной катастрофы мог стать такой айсберг, который даже в бинокль невозможно разглядеть. Мы привыкли считать, что все айсберги имеют белый цвет и их хорошо видно в темноте. Но это не так. Существует и такое редкое природное явление, как черный айсберг. И на самом деле никому неизвестно, с каким именно айсбергом произошло столкновение. Когда впередсмотрящие все же заметили айсберг, сразу была отдана команда право на борт, которая фактически означает повернуть корабль влево. Впереди должен оказаться правый борт. Но рулевой почему-то воспринял команду буквально и повернул штурвал не туда, куда нужно. После чего раздался удар и скрежет разрываемые обшивки. Ну и конечно же, вокруг такой масштабной трагедии не могло не появиться различных конспирологических теорий. Если верить одной из них, то Титаник и не утонул вовсе. Дело в том, что за полгода до трагедии Олимпик столкнулся с английским крейсером. Уайт Старлайн обратились за страховкой, но им отказали. Сторонники конспирологии утверждают, руководство компании замаскировало Олимпик под Титаник и отправило его на встречу с айсбергом с целью получить страховку. Учитывая количество жертв, эта теория кажется кощунственной и абсолютно нереалистичной. Тем не менее, ряд специалистов высказался в ее пользу. Английский инженер Дональд Вильман уверен, всему виной массированная торпедная атака, которой сопутствовал взрыв заложенных накануне отплытия под поросиловую установку судна зарядов. Несмотря на свою фантастичность, гипотезы находят все больше и больше приверженцев. Главным фактом, говорящим в пользу этой версии, является размер пробоин, который значительно меньше, чем у других кораблей, пострадавших от столкновения с айсбергами. А некоторые уверены, Титаник потопила мумия. Американский коллекционер выкупил из британского музея египетскую мумию-прорицательницу Амэнату и перевозил ее на Титанике. Столь ценный груз разместили прямо за капитанским мостиком. Возле останков была статуэтка с надписью «Восстанье с праха» и взор твой сокрушит всех, кто окажется на твоем пути». Согласитесь, не лучшее пророчество для тех, кто отправляется в плаванье. Но, пожалуй, одной из самых убедительных версий того, что именно стало причиной трагедии, является пожар в угольном бункере. Само возгорание случилось за 12 дней до столкновения корабля с айсбергом. Полностью потушить огонь так и не удалось. Но руководство компании было не готово нести убытки, связанные с отменой дорогостоящего рейса. Информацию о пожаре скрыли от общественности и надеялись на то, что огонь постепенно угаснет сам из-за нехватки воздуха. Тем не менее, был высокий риск того, что корабль может взорваться прямо в океане. Возможно, именно поэтому, как только «Титаник» сделал первую остановку в Квинстауне, с корабля дезертировал кочегар. Это также объясняет, почему на корабле отказался плыть сам владелец, Джон Морган, который изначально был в числе пассажиров, но в последний момент остался на суше, сославшись на плохое самочувствие. Конечно же, о пожаре не мог не знать капитан, но Эдвард Джон Смит был обязан выполнить приказ и отправиться в рейс. Многие недоумевают, почему капитан решился мчать среди льди на экстремальной скорости. Некоторые обвиняют его в том, что он рисковал жизнями пассажиров из-за того, что гнался за голубой лентой. Призм, который получают за самое быстрое пересечение Атлантического океана. Но, возможно, капитан просто знал о том, что «Титаник» может взорваться в любую минуту, и именно поэтому спешил прибыть в Нью-Йорк как можно быстрее. На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного ролика.